Ядро урана 233,92 превращается в результате радиоактивных распадов в ядро висмута 209,83. Сколько произошло альфа и бета распадов в ходе этого превращения? Для начала запишем наши условия. У нас есть уран 233,92. У нас есть висмут 209,83. Есть альфа и бета распады. Найти число альфа распадов, найти число бета распадов. На первом рисунке представлен альфа распад, на втором бета распад. Составим уравнение распадов. Тогда у нас получается. Вначале у нас был уран 233,92. В результате распада у нас получается висмут 209,83. Плюс n альфа распадов. И плюс n бета бета распадов. Составим уравнение по массовому числу. Массовое число до распада будет равняться сумме массовых чисел после распада. Получается 233 будет равняться 209. Плюс n альфа умноженное на 4. Плюс n бета умноженное на 0. Составим уравнение по зарядовому числу. Здесь то же самое. Зарядовое число до распада будет равняться сумме зарядовых чисел после распада. То есть 92 будет равняться 83 плюс Nα, умноженное на 2, плюс Nβ, умноженное на минус 1. Так как зарядовое число β-распада минус 1. Выразим из первого равнения 4Nα. Тогда у нас получается 4Nα равняется 233 минус 209. В результате у нас получается 4Nα будет равняться 24. Тогда Nα равняется 24 четвертых, или 6. Рассмотрим зарядовое. Подставим число α-распадов во второе равнение. Тогда у нас получается 92 равняется 83 плюс 6 умножить на 2 минус Nβ. Выразим отсюда Nβ. Тогда число β-распадов будет равняться 83 плюс 12 и минус 92. Посчитав, получаем число β-распадов равняется 3. Запишем ответ. Число α-распадов равняется 6. Число β-распадов равняется 3. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.